Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и я вышел с очередного фильма. Только что мы посмотрели фильм «Лобстер». Сразу предупрежу, не знаю, в каких кинотеатрах он идёт, лично у нас в Минске он идёт только в одном кинотеатре, поэтому, возможно, вы вообще не сможете его посмотреть. То есть он позиционируется эдаким арт-хаусом, в общем, умным кино. Но, в моём понимании, арт-хаус – это что-то такое, знаете, непонятное, авангардное. А у нас в странах уже в арт-хаус пихают просто любой не боевик и не комедию, по-моему. Ну, неважно. Фильм вышел в 2015 году, вот у нас он демонстрируется только сейчас, так что проверьте, идёт он у вас в кинотеатрах или вам придётся его в интернете. Давайте такой небольшой пересказ сюжета. «Недалёкое будущее», одиноких людей отправляют в отель, где они должны за 45 дней найти себе пару, если они не находят пару, их превращают в животных по их... ну, в тех животных, которые они выберут. Главный герой хочет стать слобстером, поэтому, видимо, фильм так и называется. Ну, там, конечно, есть ещё некоторые аллюзии, но не буду спойлерить. Для меня фильм, в принципе, оказался очень похож на фильм, о котором я тоже недавно вам рассказывал, под названием «Молодость». Причём это сходство ещё усиливается и тем, что одну из главных ролей исполняет Рэйчел Уайс, которая её в молодости тоже играла. В принципе, и тот, и тот фильм об отношениях между людьми, как ни странно. «Лобстер» о том, как люди, как-то сказать, без спойлеров, в первую половину люди придумывают любые отмазки, чтобы не иметь отношений. Точнее, лучше даже так сказать, изображать, что у них есть отношения, а на самом деле их не будет. А во второй половине, наоборот, когда есть отношения, изображать, что их нет. Нарочито актёры играют так очень, как сказать, откровенно, вот без выдумки, что ли, чтобы вот сделать такую пародию на то, как люди находят себе пара, или как они себе вообще пытаются объяснить, что вот им надо быть обязательно с этим человеком, или наоборот, объяснить себе, почему им не надо быть с этим человеком. Как я и сказал, фильм про отношения. С другой стороны, надо ли такое смотреть? Вот у меня вопрос, честно говоря. То есть, ну, как мне кажется, это из разряда вы быстро находите язык с людьми по-хорошему, то не думаю, что этот фильм вас чем-то зацепит, потому что он о другом, он о противоположном. И, с другой стороны, ну, необычный, да, его интересно глянуть. Лично меня, в общем, фильм не впечатлил, честно вам скажу. В нём показывается некоторая проблема социальных отношений, но, видимо, меня это не настолько трогает. Вот молодость, мне, наверное, больше понравилась на этом плане, потому что там, ну, мне кажется, это вообще любого человека коснётся. А вот то, что происходит в лобстере, вот это действительно не для каждого. Поэтому я не знаю, кому его рекомендовать, мне сложно определить, кто меня смотрит, вот исходя именно из таких отношений. Видимо, если вот есть у вас проблемы с социальными взаимодействиями, ну, сходите на лобстера. Если с этим всё нормально, посмотрите лучше какой-нибудь другой фильм. Ну, на этом всё. Вы слышали и местами видели, когда я был в отдыхе, как фонарей Лёши Уколецкого. Смотрите интересное кино. Продолжение следует. Продолжение следует...